Девушки отдыхают Потому что я его не смотрела На самом деле мне немножко страшно Потому что я смотрю обычно фильмы одна В темноте В тот момент, когда час ночи И как бы никто со мной не присутствует Либо уже все спят Так, поехали В моем списке первое место занимает фильм «Заклятие» Это недавний вышедший фильм Он вышел в 2013 году Как многим известно В 2013 вышло очень много ужастиков Штуки 5, наверное «Заклятие» это фильм Основанный на реальных событиях Паранормальный, я хотела сказать Короче, в нем рассказывается Про то, как семья переехала в новый дом И в этом доме жили сущности Скажем так, призраки Два медиума Приезжает муж и жена Приезжает в этот дом Помочь семье Выяснить, кто же там находится Какие причины Как можно и знать этого демона В принципе, мне очень понравился фильм Там много страшных таких моментов Я называю это «Тихий ужас» Это когда ты ждешь Что сейчас что-то случится Ты знаешь Или, допустим, вот ты видишь Это призрак Ты понимаешь, что это призрак Он тихо приближается к герою Герой сам понимает Что что-то не так И как бы это страшно Потому что все осознают Что что-то не то Так, далее Второе место это «Проклятие» У меня прям заклятие, проклятие «Проклятие» Это тоже фильм про мистику Я просто не люблю фильмы про маньяков-убийц Потому что это глупо Люди и маньяки Они все живые Их можно убить А вот когда там призраки Всякие демоны Как ты от него избавишься Ты же не знаешь Верно? В «Проклятие» История рассказывает о женщине Которую убил муж За счет этого Как бы ее желание Жить и любовь Возразили такое Как это заклятие Проклятие Которое распространялось на всех Кто приходил в дом В котором ее убили Снято три фильма Третий мне что-то вообще не очень понравился Слишком закрутили Так и не убили концовку Фильм ни о чем Прозакончился ни на чем При этом вторая часть тоже ерундовая Самая нормальная была первая Самая интересная Фильм снят параллельно Там совместно США с Японией Третье место в моем списке Занимает Кошмар на улице Вязов Я просто обожаю вообще Фредди Кругера Это был наверное Самый страшный фильм Фильмы Это семь частей по-моему было Это вообще просто Наверное боялся каждый ребенок Который видел этот фильм Боялся что ему приснится Фредди Кругер Мне кстати приснился И я могу сказать И нехило так испугалась Каждый я думаю кто родился в 92 году Любой ребенок просто помнит Считалочку оттуда Это там был так Раз-два Фредди заберет себя Три-четыре Забирайте дверь в квартире Пять-шесть Фредди всех вас хочет С ней Семь-восемь Фредди к вам придет без спроса По-моему было так Там концовка по-моему менялась Кто как помнит Я по-моему помню так Если там что-то не то Можете написать Так Четвертое А кстати Фредди вот новая Кошмар на улице Вязов И Фредди против Джейсона Я бы не стала смотреть Мне вообще не понравилось Так Четвертое Это паранормальные явления Как вы понимаете В моем списке в основном Фильмы с мистикой Паранормальные явления Опять же Три части Первая была интересная Вторая так себе Третья кстати А нет Стойте Там четыре Третья короче Была сама по-моему крутая Потому что там было Очень много моментов Страшных Когда девочку забылся Поднимает Неведомая сущность Я на самом деле Пересрала бы на ее месте Дети не смотрите меня Мне очень понравилось Страшненько По-моему там тоже Что-то посвящено кому-то По-моему тоже Что-то на реальных событиях Ну не знаю Так Пятое Один пропущенный звонок Почему мне понравился Этот фильм Это японская Мне нравится только японский Не американский Если там есть По-моему версия Потому что Там опять же Призраки Эти всякие Кривые тетки Которые выползают Там выкатывающиеся Леденцы изо рта Последующая часть Это тоже Не очень интересно Первая самая Была нормальная Так Шестое Опять же Фильм глаз Это тоже Японская версия Мне больше нравится Потому что Американская Как-то Смазанная Ну Американцы Вообще Как-то Не очень хорошо Сняли этот Фильм История Рассказывает О слепой Девушке Которые Сделали Операцию По пересадке Роговицы После этого Она начинает Видеть призраков В американской Там по-моему Даже немного Что-то поменяли Я точно Уже не помню Так Седьмой Это фильм Мама Тоже вышел В 2013 году На самом деле Там Есть как и страшные моменты На самом деле Эта женщина была Просто ужасная Даже когда Показали живой Но там были Смешные моменты Когда дети говорили Мама Мама И это было Совсем не страшно Но Если вы хотите Просто пару Пугающих моментов Чтобы вздрогнуть Покричать Пожалуйста Можете его смотреть Восьмой Это фильм Чаки На самом деле Я ненавижу кукол Таких устрашающих Потому что До Чаки Был еще один фильм ужасов Я просто не знаю Название Было очень маленькое Я помню Там была деревянная кукла Которая в спектакле Участвовала Эта кукла Потом убивала После того фильма У меня просто был Какой-то панический страх Когда показывают Фильмы ужасов С этими куклами Потому что Есть еще один какой-то фильм Похожий на этот Одним словом Чаки просто Был маньяк Душа которого Селилась в куклу Как я помню И Эта кукла потом всех убивала Здесь еще Невеста Чаки Это когда он Проститутку Тоже душу Ее приселяет В И они Совместно Как компания Убивают людей Фу Отвратительная кукла Сейчас по-моему Сняли ремейк Опять новые Адаптации Этого фильма Смотреть даже не буду Так И девятое место Я разделила Между двумя фильмами Это Женщина в черном Потому что Фильм сам по себе Мрачный В серых тонах Там есть Несколько страшных моментов Я дрогнула Вот И концовка Немного неожиданная Была для меня На этом же месте Я бы наверное Оставила фильм Шесть демонов Эмили Роуз Фильм основан На реальных событиях Это старый фильм Он рассказывает О девушке В которой Селились Шесть демонов И там идет Точнее Показана такая дилемма Как Верите ли вы В существование демонов Либо нет И В конце Была такая фраза Что Если вы верите В этих демонов И поверили в ее историю То Скорее всего Эта девушка Когда она Проходила Вот этот этап Когда ее душу Пытался Захватить Стоп Ее душу Пытались Захватить демоны Эти мучения Которые она пережила Были не напрасны Там был еще Был такой момент Там в три часа Как они сказали Демоны По-моему в этом фильме Да То что в три часа Типа демоны Пытаются там Как-то влиять На людей И из-за этого Как бы Там всякая чертовщина Там где-то посуда гремит Еще что-то Мерещится Кажется После этого Фильма Я вообще боялась Наверное Часа в три Ходить даже До туалета До лана Потому что Было страшно Потому что Не знаю На меня как-то Он так подействовал Мне кажется Что-то такое существует Но нельзя Не зря же Там снимаю Столько фильмов Про экзорцизм Изгнание демонов Так Ладно Десятый фильм Это последний фильм Это Синистер Синистер Кому как Он тоже Вышел В 2013 Рассказывается О писателе Который Пытается Раскрыть Дело О гибели Семьи И пропаже Одного Ребенка Когда Не переезжает Семью В этот дом Этот автор Постепенно Начинает Находить Пленки С видео Как была убита Семья Причем Семей Похожих Таких Было По-моему Пять Пять историй И в каждой истории Пропадал ребенок Он пытался выяснить Куда деваются дети Кто их убивает И вообще Что там происходит На самом деле Там было Несколько страшных Моментов Для меня Самый страшный Это был По-моему Когда он полез На чердак Он услышал Голоса Он открывает Вот эту крышечку Заглядывает Там сидят дети Показывают По-моему По телевизору Там какой-то фильм И тут они Раскоповорачиваются У них такие были Страшные лица Просто это еще Американцы умеют Сочетать музыку Вот это Удерживать эту паузу Когда ты понимаешь Что сейчас будет страшно И ты реально пугаешься Хотя бы уже ожидал Этого момента Я бы порекомендовала Посмотреть Но один раз Потому что второй раз Он будет уже неинтересным Будет знать Все наизусть Единственное Что можно пересматривать Наверное Из этого списка По несколько раз Это Фредди Крюгера Поэтому Если вам понравился Хотя бы один из этих фильмов Пишите ваши комментарии Ставьте лайки Подписывайтесь на мой канал Также буду рада вашим отзывам И расскажите мне, пожалуйста Про звонок Потому что я его ни разу не смотрела Точнее, я, по-моему, начинала Но так и не досматривала Всем приятных выходных С праздниками у вас Всем пока!